Республика Северная Осетия, Алания, встретила нас с нежной погодой и минусовыми температурами. Татары привезли нам настоящую зиму, шутят местные жители. Только представьте, пару дней назад здесь было плюс 16, сегодня минус 5. Но, несмотря на погоду, встречи самые важные, разговоры самые теплые. Расстояние между Казанью и Владикавказом почти полторы тысячи километров. Время московское. В полдень встреча в Доме правительства. Вице-премьер Василь Шехразиев и премьер Северной Осетии Алании Борис Джанаев говорят о наших соотечественниках. По данным последней переписи, здесь проживают 686 татар. На нашей земле более 200 лет проживают представители татарского народа. Мы все живем одной большой дружной семьей. Конечно, все эти традиции, вся эта история, которая была сформирована многовековая татарского народа, она и по следующей день на территории так не сохраняется. Между Северной Осетией и Татарстаном крепкие деловые и культурные связи. Делегация региона приезжала в Казань на форум «Деловые партнеры Татарстана». В апреле прошлого года столицы двух республик соединил авиарейс «Казань-Владикавказ». Василь Шехразиев приветствует премьера от имени Рустама Миниханова. Большой татарский салям привет всем с пожеланиями только добра, здоровья и просветания. И, конечно, когда мы говорим о России, Россия очень большая, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до, если говорить о Владимир Кавказа, очень большие территории. Но, конечно, когда появляются прямые рейсы самолетов между Казань и Владимир Кавказ, многие вопросы сразу очень легко начинают решаться. У татар Северной Осетии есть возможность сохранить свой язык и культуру. В 90-м году открыт Татарский национально-культурный центр имени Габдулы Тукая. В декабре начала работать местная национальная культурная автономия «Берлек». У нас 45 муниципальных образований, укрепненных, а так 960 муниципальных образований. Два городских округа, Казань, миллион четыреста населения. Второй город, набережная Челдэ, это мой город, я сам оттуда, 560 тысяч, а остальные у нас уже как муниципальные образования. И в восьми крупных городах у нас созданы Дома Дружбы Народов, единая система управления. И как раз в этих Домах Дружбы Народов у нас как раз имеется помещение, единый зал для всех заинвестрируемых автономии, центров и диаспор. Василь Шехразеев пригласил делегацию Северной Осетии в Казань на международные события. Игры будущего – саммит стран БРИКС. Юбилейные даты будут и в Осетии. Здесь тоже ждут гостей из Татарстана. В следующем году у нас в планах 100 лет своей СССР. Это важное событие. Значит, 250 лет присоединения Российской Федерации и 240 лет образования города Владикавказа. Поэтому, конечно, приглашаем вас обязательно принять активное участие. Итоги работы и планы на будущее наметят уже сегодня с руководителями татарских общественных организаций Северо-Кавказского округа. Рабочая поездка по Северному Кавказу продолжится. И завтра уже сегодня делегацию из Татарстана ждут в Чеченской республике. Алия Харудинова, Владимир Гурьянов, ТНВ, Владикавказ.